Всем доброе утро! Спасибо, что пришли на мой воркшоп. Мы, собственно, начнем. Меня Дарья классно представила. Я из EPUM Systems, FrontEd разработчик. Вот мои контакты, можете по ним меня потом найти и спросить. Давайте начнем. Мой воркшоп называется «Помедление смерти подобное». То есть такое название выбралось из-за того, что мы будем говорить о реал-тайме в вебе. То есть где клиенту нужно получить информацию онлайн, актуальную. Что у нас сегодня в меню? В меню у нас применение реал-тайм технологий. То есть мы обсудим тот скоп приложений, где они применяются, могут применяться. Применялись и будут применяться. Потом обзор технологий инструментов, с помощью чего реализуется реал-тайм. С помощью какого транспорта данные гоняются от клиента к серверу и наоборот. Потом мы поговорим подробнее о веб-сокетах, о революции в реал-тайме в вебе. И потом самая моя ожидаемая часть, потому что я такой жуткий практик, мы сделаем отличное маленькое, но приложение с большими возможностями, я так скажу, с помощью веб-сокетов. Вот. Давайте начнем с первого пункта. Самое распространенное применение реал-тайм информации в аутсорсинге – это биржевая и финансовая информация. То есть это деньги, это биржевые котировки, это изменение курса валюты, естественно. Людям нужно онлайн следить за изменением этих данных. И вот это вот направление – это, в принципе, двигатель реал-тайма, потому что здесь крутятся очень большие деньги, и технологии развиваются семейными шагами. То есть компании вкладывают деньги в разработку таких вот программ. Далее – это, допустим, спортивные события, всякие букмекерские котировки, которые нужно отображать онлайн, потому что пользователь же должен видеть, как играет его любимая команда, как меняются букмекерские ставки. И при любое промедление, там, какой-нибудь ставки, но там даже на секунды 2-3, уже будет оборачиваться, допустим, потери денег, потери времени, потери концентрации, нервами и так далее. Вот. Естественно, онлайн-игры. Здесь я грел пример москового боя. Это, как самый простой пример. Реал-тайм в браузере, если использовать еще WebGL, с теми же самими веб-сокенами можно написать довольно-таки красочную, яркую игру. Наподобие даже что-то как Quake. Вот. И, естественно, реал-тайм технологии применяются еще в сетях, чатах, в всяких коллаборейшн-штуках, редактировании онлайн-документов и так далее. Сейчас, на самом деле, очень большого скопа таких приложений. Еще я могу добавить, допустим, пейдж, health-check-страницы, это которые отображают доступность недоступных серверов. Это даже новости. У нас было приложение, когда мы новости делали с помощью реал-тайма, и каждая, любая новость в режим онлайн приходила пользователю, чтобы он ее никаким образом не пропустил и прочитал, ничего не пустил, сделал нужные выводы и, соответственно, там купил или продал акции. Еще, как вариант, те же самые логи. Сейчас уже логи делают в режим онлайн. Допустим, какие-нибудь, когда ошибки возникают на сервере, либо же, там, ворнинги, они предоставляются, там, не знаю, разработчикам, либо еще тому, который смотрит на всю эту статистику и обрабатывает режим онлайн, принимая соответствующие действия. Вот. Примерный скоп приложений, я думаю, у вас найдут у каждого еще свои премьеры, либо же идея, где можно применить реал-тайм. Вот. Идем дальше. Сейчас мы рассмотрим, с помощью чего это делается. Вот. Естественно, рассмотрим HTTP транспорт, потому что другого транспорта до WebSocket в принципе-то и не было. Вот. Такая веселая гифка. Как вы думаете, почему вот она здесь, кто знает? Может, кто знает? Через бесконечный гиф транспорта. Да, да, да. Совершенно верно. Самым давним, самым первым способом был бесконечный гиф. То есть, клиент запрашивает за сервера гифку, сервер шлет, допустим, несколько фреймов, но не шлет завершающего фрейма. И браузер, он все время запрашивает этот фрейм, и по приходу каких-то данных на сервере он может, ну, подсылать информацию. И таким образом клиент может гоняться данные. Это, конечно, извращенский метод, но он, в принципе, кросс-браузерный. Он работает даже в E6. И некоторые называют эту технологию гиф-сокеты. Ну, вот. Идем дальше. Polling. Polling на русский перевод как опрос. Здесь нет ничего сложного. Это тот же самый Ajax. XML и HTTP request. Клиент, сервер и клиент просто спамят сервера через определенный промежуток времени. Вот у вас, не знаю, у кого-то это 20 секунд, у кого-то 30 секунд, у кого-то там минута. Вот сайт, допустим, спортивный сайт. Здесь, как вы видите, я просто ставил вкладку на ночь. Здесь в Firebug даже количество запросов не влезло, которые сделал клиент к серверу. Вот 500 запросов, а вот там еще 6213 запросов, оно просто не влезло. Вот, естественно, это нагрузка на клиент, нагрузка на сервер. Если еще это дело не соптимизировать, это может еще, допустим, в том же самом Firefox, жрать память просто семивидными шагами. Скорее на сервер, конечно. Да, на сервер тоже, потому что это ограничение по одновременному количеству соединений на сервере, да, он просто может там не выдержать. Либо же, если он выдержит, все равно будет большая задержка. Мы еще рассмотрим дальше, у меня будут бенчмарки, и мы посмотрим, как растет задержка на серверах при возрастающем количестве HCP запросов. Вот, сейчас у нас веселое видео. Мы посмотрим пулиных жизни. Комментарий комментировать не будем, вот, это пулинг. Мог бы даже не рассказывать, наверное, до этого что-нибудь. Идем дальше. Умные люди собрались, подумали, как это дело можно соптимизировать. А Jaxx-то, конечно, хорошо, но вот надо что-то сделать такое новое, революционное, чтобы вот снизить нагрузку на север, и было вообще всем хорошо. Ну, и эту технологию назвали COMET. Ну, типа комета, все такое, но у меня совсем немножко другие ассоциации с этим, да? Вот, ну, никак не связанные с кометой. Почему мы сейчас разберем? Первый метод из такого термина COMET, который подразумевает собой этот просто собирательный термин, который под себя сгреб все технологии получения вот реал-таймовых данных. Вот, вот это и есть COMET. Бесконечный фрейм. Все знают, что такое eFrame, все знают, для чего он предназначается, но через него также можно получать данные реал-тайм. То есть у вас на странице где-то лежит бесконечный фрейм, он спят, он хидден. И он делает запрос на сервер. Сервер отдает ему ответ, причем ответ в виде скрипта. Там тег-скрипт. В теге-скрипте выполняется какая-то функция, и данные из этого скрипта попадают на клиент. Таким образом, соединение висит бесконечно. Это нагрузка как и на клиент, опять же, так и на сервер. Ну и просто это как бы хак, который работает. Хидден фрейм бесконечный. Идем дальше. Long Pooling. Это модификация вот того пуллинга, что мы уже видели. Тот же Ajax, тот же XMLHTP-реквест. Только он не делается через какие-то промежутки времени. То есть идет запрос, на сервере есть какой-то тайм-аут, пока он не дает ответа. То есть вы запулили запрос, сервер ждет, допустим, минут, секунд 10, 15, 20, 30, насколько это возможно. И потом, как только появляются данные, либо уже когда данные не появляются, он отправляет ответ. То есть то, что к вам придут данные, гарантии нет. И получается, что и потом сразу, как пришел ответ, делается обратный респонс на сервер. То есть в принципе уже запросов на сервер меньше. И Long Pooling это, я думаю, наиболее самая популярная вещь, которая сейчас используется в вебе. Потому что в принципе это тот же самый Realtime. На нем можно уже запилить такой чатик, который будет интерактивный. Можно запилить просмотр почты. Ну и все остальное. Еще один метод HTTP-стриминг. Мы обратно, дальше будем продолжать мутить XML и HTTP-реквест. У него есть такое свойство, что сервер может просто прислать ему хидр, как мультипарт форм-дата. И этот запрос, он будет ждать, пока сервер опять же не пришлет какой-нибудь завершающий сигнал. То есть идет запрос на сервер, сервер посылает мультипарт, все, соединение висит. Как только появляются данные, обратно, обратно, обратно. Вот так гоняются данные, но они гоняются только в одном направлении, как вы видите. То есть чтобы вам с клиента обратно делать запрос на сервер, нужно делать аджак запроса. То есть опять же здесь ограничение будет нагрузка на клиент и нагрузка большая на сервер. И у нас еще есть такие хаки в виде флеша и в виде Java-аплетов. Подробно говорить об этом мы не будем, потому что всяких плагинов можно было кучу наплодить. Через тот же Silverlight можно там данные real-time получать, либо еще что-нибудь. Но я считаю, это не те методы, которые должны юзаться для real-time. Но они работают, они есть. Есть флеш-сокеты, есть эмагуляция сокетов на Java-аплетах. Рубрика No Comments. Я вот встречал такие сайты, где real-time реализован именно так. Смотрите, но... Просто пользователь заходит на страницу, сидит, читает данные. Тут раз, страница перезагрузилась. Я вообще не понял, что случилось. А это, оказывается, сработало real-time, и у меня подтянулись новые данные. Так что на крайний случай используйте вот это, и можете сказать, что у нас real-time данные. Вот. Это символ веб-разработки. Я увидел на одной из этих конференций. Автор Макс Дорофеев. Максу привет. Костыль, грабли и непонятная хрень. Это уже, в принципе, хороший символ, но выдвигаются разные теории, версии, что должно быть на месте вот этой непонятной хрени. Кто-то говорит, что бубен, кто-то говорит, что рубль, а кто-то говорит, что цент. Ну, смотря кто с тем работает, как у него это получается, вот можете дорисовать себе туда свой символ, свой логотип. Вот. То есть все вот эти предыдущие технологии, они такие, это хаки, и все библиотеки, есть множество-множество хороших, не скажешь, что неплохие библиотеки, хороших, они хорошо продуманные, они такая хорошая инженерная мысль, потому что инженеры возвращались как могли. Они как избавлялись, как, допустим, избавиться от ограничения нагрузки на клиент, когда, допустим, у браузера разрешают только два максимума HTTP соединения одновременно. Они делают там всякий мультиплексор, они передают данные через там history браузера, я не знаю. Можно даже через куклу эти данные там передавать, вот вам будет realtime, но это просто вот хаки. И сейчас грядет 7-мильными шагами HTML5, и там есть замечательные просто, с которыми работать одно удовольствие, я надеюсь, вы сегодня убедитесь в этом на воркшопе. это WebRTC, Service and Events, WebSocket, протокол и, собственно, API. WebRTC – это WebRealTamp Communication. Эта технология предназначена для передачи данных от браузера к браузеру, в основном стриминга видео, стриминга аудио. То есть вы сейчас можете общаться через веб-камеру, с другим человеком, который есть в веб-камеру ноутбуке через WebRTC, и данные будут просто, ну, peer-to-peer называется, технология точка в точку. Появились серверs and events. Какой именно транспорт там юзается, я вам не скажу, потому что сильно в них не разбирался. Но выглядит это так, как браузер делает запрос на сервер, а сервер присылает клиенту в респонзе хидр такой, как что-то ли там, ну, хидр серверs and events. И клиент понимает, что это серверs and events, и он может получать данные в реал-тайме. То есть вот эта вот технология, она будет юзаться чисто для пушинга данных. Если у вас есть какое-то биржевое приложение, где просто приходят котировки, приходят изменения там курсов валют, где приходят изменения просто каких-нибудь спортивных мероприятий и результатов, вот нужно издать серверs and events. И мое самое любимое, я буду даже сказал, наше самое любимое, после феркшопа все полюбят веб-сокеты. Веб-сокет это технология, которая позволяет обмениваться данными в двух направлениях и причем кросс-домен. То есть, да, я еще не упоминал до этого, что у всех у этих хаков была проблема с кросс-доменностью. У веб-сокета его cross-origin policy решает все эти проблемы. Еще плюс веб-сокета, что он не внесен в стандарт в спецификацию HTML5, его разработка вынесена в отдельную спецификацию, что позволяет быстрее вносить какие-нибудь изменения либо же быстрее принять этот стандарт. И сейчас этот стандарт находится в стадии RFC, то есть request for comments. В принципе, то есть еще возможно его доработать, что-то внести, но уже его рекомендуют поддерживать. И его поддержка мы потом посмотрим реализована в около 60% браузеров, которые мы юзаем на сегодняшний день. Вот, собственно, в WebSock.io.py здесь написано много всего, но я хотел бы обратить внимание на следующие параметры. Чтобы создать WebSocket соединение, у нас есть WebSocket объект, которому мы должны передать просто URL сервера, к которому мы коннектимся по протоколу WS. У WebSocket еще есть handler onMessage. OnMessage это хендлер, который образбатывает все входящие сообщения сервера. У него есть MetaCent, который отправляет данные серверу. И есть BinaryType. Мы можем проставить объекты WebSocket BinaryType. По умолчанию данные гоняются в формате UTF-8. Это текстовое сообщение кодировки UTF-8. Но также преимущество WebSocket в том, что мы можем гонять бинарные данные. То есть просто стримить файл с сервера на клиент не в Base все 4 кодировки, а в бинарном виде. Поэтому мы выиграем по трафику и по скорости. Вот примеры реализации. Все очень просто. Создаем WebSocket. На OnOpen выводим что соединение открыто и посылаем ему допустим токен авторизации, чтобы авторизоваться на сервере. Потом подписываемся на OnMessage, переходят данные в формате UTF-8, мы его партим в объект JSON, и потом смотрим, если, допустим, Message Type равно User, мы просто создаем алерт с именем юзера. Есть также методы OnClose. Это еще одно преимущество WebSocket, потому что в тех хаках, допустим, если в том же самом бесконечном фрейме соединение обрывается, невозможно понять, почему Ульмин оборвало соединение. То есть, то ли это его закрыл специально сервер, либо же это просто обрыв связи, мы не могли определить. Здесь же у нас во рабочий OnClose переходят всякие параметры, которые позволяют определить, по чьей ниц было закрытое соединение, либо же это добровольно закрытое соединение, либо же это обрыв связи. И, соответственно, обработчик OnR, который обрабатывает всякие ошибки, допустим, неправильная кодировка. То есть, если вы как-то умудритесь поставить сообщение не в кодировке UTF-8, а одна единственная разрешенная кодировка в WebSocket, то у вас будет ошибка. И вы можете проставить binary type array buffer, это значит, что к вам сервера приходят данные не в текстовом формате, а в бинарном формате, и вы можете работать с бинарным форматом. В принципе, все. Вот это все WebSocket, как они есть. Посмотрим на хидры запроса, что у нас здесь нового. Ну, хост понятно, вот, Upgrade WebSocket, то есть это при HTTP рукопожатии клиент дает серверу понять, что нужно обновить соединение до соединения WebSocket. Connection Upgrade, соответственно, что нужно обновить. WebSocket Key это ключ для там в WebSocket когда-то была проблема с безопасностью, и его добавили для безопасности, чтобы от кросс-доменных атак. потом Origin. Вот. То есть Origin позволяет решить все проблемы с кросс-доменностью. То есть WebSocket соответствует кросс-домену Origin Policy, члется Origin, и сервер может либо принимать, либо уже отклонять соединение с указанным Origin. сервером. Затем вы можете указывать еще можете указать WebSocket протокол, потому что у вас на сервере может быть реализовано несколько протоколов обменных данными. Будь то там чат, ваш суперчат, либо же к вам на сервер сообщения приходят в swap формате, допустим, либо еще в каком-нибудь. То есть полностью можно взять один сервер несколько протоколов. Ну, и версии WebSocket. Все. Вот это все хидры, которые шлются от клиента. Хидров ответа еще меньше. Как мы видим, что Upgrade WebSocket, Connection Upgrade, это говорит о том, что веб-сервер умеет работать с WebSocket, он обновил соединение и шлется AcceptKey. Это некая трансформация того ключа, который сласит в запросы. То есть там берется хэш, там добавляются какие-то глобальные уникальные идентификаторы. Вот. И шлется на клиента. И установится сидение по вот такому протоколу. То есть сервер выбрал один протокол из доступных ему. То есть это чат. В принципе все. По-моему ничего сложного. Поддержка браузеров. Я считаю единственный минус WebSocket в том, что невозможно запилить в некоторых браузерах о поддержку. Как мы видим в той же ИЕ, только в десятой версии мы можем вязать WebSocket. в остальных мы не можем. В Firefox и Chrome довольно-таки радостная ситуация. Opera. Что радует, Opera стала недавно поддерживать WebSocket с версии 12.1. По-моему до этой версии не было в ней WebSocket. и Safari. Safari тоже поддерживают с версии 5.1, но там устаревший протокол WebSocket устаревшего IP. То есть там какой-то драфтовой версии. А вот в версии 6.0 здесь уже стандарт подъявляется. И статистика общая. Как мы видим около 60% юзеров могут получать данные через WebSocket. это статистика буквально месяц назад. Хорошо статистику на клиенте мы посмотрели. Теперь поддержка нас интересует. Какие же сервера могут использовать и имеют поддержку WebSocket. Я вынес здесь 8 серверов, 8 картинок, потому что больше писать не было смысла. В принципе любой популярный сервер, который только вам придет в голову, может поддерживать WebSocket. То есть здесь уже покрывается около 95-99% приложений, которые сделаны на этих серверах. То есть если вы захотите поддерживать WebSocket, пожалуйста. Единственная проблема может быть с EIS, потому что он только в 8 версии начал поддерживать WebSocket. То есть нужна винда 8, и S8. Ну я думаю это не проблема. А сейчас мы сравним трафик, допустим того же самого пулинга и WebSocket. вебсокетов. Посмотрите, в чем интерес. Возьмем условия такие, что клиент шлет каждую секунду запрос на сервер. Получается, если мы возьмем просто хидры, которые идут в запросе, они составляют 871 байт. То есть 871 байт мы шлем лишней информации. Если мы просто пулем впустую, то у нас лишних 871 байт. У WebSocket всего лишних 2 байта. 16 тысяч клиентов спамят каждую секунду по WebSocket и у них получается трафик раза в два меньше, чем у пулинга. Потом, если у нас уже 160 тысяч клиентов, трафик смотрите, как возрастает. А если у нас клиентов миллион шестьсот, то ну все вообще край. Не знаю. там сервер загнется. Ну вообще еще один график. Это очень интересные графики на самом деле. Я когда открыл и посмотрел бенчмарки, я сначала не поверил. А потом в комментариях к бенчмарку написано, что да-да, мы сами не поверили этим бенчмаркам, но оно таки есть. Посмотрите здесь количество клиентов, то есть 5 тысяч, 10, 20, 50, количество сообщений, до 60 тысяч идет, и задержка. То есть в принципе если смотреть до 10 тысяч сообщений, весь скоп у нас укладывается в миллисекунд 10. Смотрите, то есть задержка офигенная, работает отлично, это лонг пуллинг. если если у нас возрастает количество сообщений, то смотрите как растет задержка. Если у нас уже 30 тысяч сообщений идет, то при 50 клиентах у нас задержка 400 миллисекунд. Если у нас 50 тысяч сообщений, то может до 700-800 миллисекунд достигать задержка. то есть как мы видим, если идет большой объем сообщений и данных, то даже лонг пуллинг не спасает. Конечно, если вы не Google, не Facebook, который может поставить миллион серверов на каждом континенте, то конечно у вас будет все отлично и замечательно работать. А если у вас какой-нибудь стартап какой-нибудь амбициозный, то Hub Effect завалит с сервера и все. Вот график WebSocket. Посмотрите на шкалы. Во-первых, количество клиентов 10, 20, 50, 100, 200 тысяч. Во-вторых, посмотрите на задержку. Сколько там? 6 миллисекунд получается самая большая. То есть представляете, по X количество сообщений то же самое, количество клиентов 200 тысяч или там задержка может быть всего 6 миллисекунд. То есть ну, по-моему, это даже две несопоставимые вещи. И еще, еще, еще хотел вам рассказать одну байку такую с пуллингом связанную. Было как-то у нас одно приложение, точнее не у нас, ну, кто-то не рассказывал у них, скажем так. И у них была сервер health страничка. то есть на лот-балансере стояло приложение, которое спамило каждый из доступных в классе компьютеров на его availability, на availability баз данных. Ну, вот, хорошо поставили это приложение, потом смотрят, нагрузка растет просто неимоверно. Вроде юзеров еще там не пустили на сервера, а нагрузка уже там, не знаю, зашкаливает. Ну, и в итоге, как вы думаете, в чем проблема была? Конечно, в лот-балансере и в этом спам-программе, которая по HTTP пулила там каждую секунду чуть ли не чаще, проверяла, доступен сервер или нет, ты доступен или нет, ты не упал или нет, ты упал, а, из-за меня, а, ты из-за меня упал, ну, вот как-то так. Вот, с веб-сокетами эта проблема уже будет решена. Вот, преимущество. Преимущество в веб-сокетах столько, что они не влезли никуда, ни в мою голову, ни на страницу, потому что, ну, это вообще никуда. Первое, это веб-стандарт. То есть, веб-стандарт, у вас есть уже спецификация, которую каждый разработчик может почитать, он знает, как это работает, он будет знать, где это поддерживается, и не надо будет тратить кучу времени на разбор всяких хаков, фреймворков. Второе преимущество, это двусторонний объем данных. У вас один connection, данные гоняются в две стороны. Причем, что в предыдущих технологиях замечено не было. Потом, ну, поддержка браузерами и серверами, соответственно. То есть, если вам там для какого-нибудь стриминга, лонг-пулинга надо чего-то перейти на сервере, искать какие-то плагины, либо еще чего-то, то сейчас все серверы, большинство серверов поддерживают веб-сокеты, вы просто ввязаете IP сервера. Все, все проблемы. То же самое и браузеров. Не нужно никаких скриптов, никаких оберток, никаких, ничего. Просто вот создаете объект, гоняете данные. Низкая задержка, мы уже с вами рассмотрели. Постоянное соединение. В предыдущих технологиях минусом огромным было то, что соединение обрывалось, ну, там были тайм-ауты, еще аж степи соединения, оно не может висеть там, ну, вечно, потому что такие соединения обрываются. дальше, кросс-доменность. Неограниченное количество соединений. Я смотрел видео разработчиков одной компании, может, кто знает, Питер Московец, он занимается веб-сокетами, у него спросили, какое максимальное количество веб-сокетов, веб-сокет-соединений вы тестили на своем сервере. Он такой подумал, он говорит, максимальное не знаю, но вот с миллионом соединений он в сервере нормально работал. Представляете, миллион веб-сокетов висело на сервере, и все было замечательно. Представьте такое с HTP. Дальше. Единственная возможна кодировка UTF-8. Отпадает проблема с кодировкой, то есть все данные только в UTF-8. Комментарии излишни. И огромное преимущество это работа с бинарными данными. Потому что взять ту же самую сокет AIA, такая очень хорошая, крутая, много где используется библиотека, она не умеет работать с бинарными данными. Все данные там шлютятся максимум через B64. Здесь мы можем стримать просто бинарные данные. Ну, под бла-бла-бла это все вытекающие из этих преимуществ преимущества. Допустим, что веб-сокеты можно использовать не просто API веб-сокета и гонять данные, а можно использовать протокол. То есть, сейчас уже через веб-сокет-протокол можно реализовать более низкоуровневый протокол, а через более высокоуровневый можно реализовать свои приложения. есть уже реализованный swap over web-сокет Microsoft есть стомп сервера simple text-oriented message protocol в котором через который взаимодействуют всякие там чатовые клиенты там я не знаю квипки как там еще называется квип а ICQ вот все такое там XMMP протокол можно гонять данные через веб-сокет то есть в браузере вы можете уже делать все что хотите вот после нахождения таких преимуществ вот я нарисовал еще не я нарисовал мне помог дизайнер но концепция была моя это логотип веб-сокетов веб-сокеты веб-сокеты решат все ваши проблемы вязать веб-сокеты все будет хорошо небольшая реклама здесь пример библиотек которые самое интересное в чем взять библиотеки которые раньше предоставляли реал-тайм данные с помощью тех хаков о которых я вам рассказывал там сокет IO сок.js сигнал R лай-стример до того как не было веб-сокетов у них приоритетным транспортом там стоял то ли лон-пуль то ли еще что пришли веб-сокет и все у всех вот этих библиотек первым транспортом стоит уже веб-сокеты то есть данные ходят только через а уже потом если браузер не поддерживает веб-сокеты то они переходят на другие хаки веб-сокетах и я думаю онлайн-рисовал онлайн-рисовалку многопользовательскую веб-сокет веб-сокет работающий работающий веб-сокет веб-сокетах 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 ну либо же наблюдайте за экраном я буду параллельно показывать будем вместе делать что-то в конце у нас получится очень крутое приложение вот спасибо за внимание приступаем к работе это ссылки на вот по первой ссылке это уже работающее приложение если вы зайдете то можете увидеть что нужно сделать все материалы можно скачать по вот этому адресу разархивировать и там будет фапочки views index.html которую нужно дополнить с необходимой информацией плач за плач плач Александр, можно такой вопрос пока закачивать? Да, да, кстати, вопросы можете задавать в порядке. Вы все так хороши, и вообще все замечательно, и по наброскам все везде. Имеет ли тогда смысл вообще весь АДЖАКС, весь их АДЖАКС заменить в AppSofie? Хороший вопрос. Нет, по-моему, нельзя, потому что мы говорим о разных вещах. Понимаете? Понятно, что для простых сайтов, для визиток это не нужно, да? Где идут речи, интернет-апилейшнс, может быть там, где много АДЖАКСа, много скриптов. Может там это имеет смысл? Нет, это имеет смысл только там, где А, идет какая-то коллаборативная онлайн-работа, да, интерактивная. И Б, где нужно присылать данные без участия пользователя. Ну, то есть, где идет такая информация, что пользователь не должен там тыкать на кнопочки и лазить по меню, а получать информацию, да. Если же ты будешь, ну, вы будете сидеть на сайте, и он будет меняться в зависимости от пожеланий сервера, ну, не знаю, я бы на таком сайте там не особо там сидел. Ну, как-то так. То есть, просто сидишь, читаешь новости те же самые, тебе там приходит, ну… Приходит с постоянного онлайн-секи, да? Приходит с постоянного онлайн-секи, да? Вот, то есть, там, где нужен только запрос-ответ, он остается. Там, где нужна интерактивность, ввязается веб-сокеты. Вот все, и игры, и остальное. А вот там показывали, что при первом запросе придется в тендере веб-сокет протокол. Угу. Угу. А что это такое? По-моему, это версия веб-сокет протокола. Нет, там кроме версии сама, еще там чат взял, еще что-то. Ага, сейчас, я понял. Вот, вот, вот. А, чат-суперчат, да? Что это вообще такое? Сейчас объясню. Смотрите, у вас один есть веб-сокет-сервер. К нему идут запросы из клиента. То есть, допустим, обычная, обычная, не сага, да? Обычный JSON-объект идет, перешел на сервер. И, соответственно, сервер уже может поддерживать несколько протоколов. Вот, допустим, тот же самый протокол swap, да? Либо же протокол stomp. То есть, я правильно понимаю, можно, вместо того, чтобы делать разные end-поинты для разных протоколов, допустим, можно просто делать один... Один поинт, и он будет поддерживать несколько протоколов. Уже потом на сервере зависит от того, что он хочет клиент уже выбирать и... Да, то есть, сервер, он выбирает только один протокол. То есть, если вы ему пошлете там пять протоколов, он выберет один ему подходящий. Но вы можете послать один, нужный вам. И данные будут гоняться в том формате, в котором сервер будет понимать, что данные пришли в этом формате, и будет соответствующим образом с ним работать. И на одном сервере можно работать с несколькими протоколами. Можно о параметре origin немножко подробнее, если я не понял? Мы, как клиенты, пытаемся апгрейдить наше соединение. Мы же в косте указываем, куда мы хотим подключиться. Зачем нам еще слать origin, в принципе? Так, origin... Хорошо, я понял ваш вопрос. Origin — это cross-domain origin policy. Вы можете, если вы откроете вот ту ссылку моего приложения, то есть, вы можете просто открыть в браузере, да, там будет у вас файл, какой-то файл открылся, и будет ссылаться запрос на сервер, да. То есть, получается, что сервер, он сам решает, с какого origin принимать запросы. То есть, все ли запросы принимать. То есть, если вы укажете origin, там, какой-нибудь другой, да, то сервер просто может отклонить ваш реквест. Это сделано для решения cross-domainности. Я предлагаю начинать что-то делать для положения, потому что времени не так нужно, наверное, уже. А вопросы можно будет еще в конце задать. Так, ну вот я надеюсь, что все загрузили архивчик. Продолжение следует... ... ... ... ... Сейчас. Можно еще один обсобь? Конечно. Допустим, наши обсобьи с пятками за какой-то авторизацией. Есть логин, за логином это переходит. И, например, наши пункты, они хотя и мало. 15 минут, причем 15 минут эквивалент. То есть, в течение этих 15 минут пользуются на сайте. То есть, на сайте 30 минут данное придется к логинам. И после 30 минут он нажимает какую-то линку на сайте. Его же вылоги не пользуются. Его назад перевозят на логин. Ну, это смотря, что же вы пошлете на сервер, получается. Ну, то есть, куки же, наверное, были на сервер по WebSocket. Только куки по WebSocket, они не шлются в реквесте, получается. Ну, шлется тот реквест, который вы сформируете, получается. Ну, мне просто интересно. Да, ну... Смотрите, вот, WebSocket заходит на модный стресс, ему ставится кукол на 15 минут. Угу. То есть, он, конечно, все идет по WebSocket, в течение полчаса, сейчас стресс на обновляет, что WebSocket. Потом он нажимает на новую линку. Я понял вопрос, что как бы сессия заэкспарилась, да? Да, да, да. Но WebSocket об этом не знает. Ну, нужно реализовать самому... Это один он? Да. Да, да, да. Ну, да. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Есть аналог WSS, это секьюрный протокол. То есть, HTTP, HTTPS, WSS, WSS. Все. Вот, создаем. Ну вот, это я загрузил приложение без веб-сокетов. Здесь просто висит бесконечный лоудинг, ничего не приходит, ничего не работает, ничего не рисуется. Сейчас мы это все дело заведем. Вот, мы создали веб-сокет-соединение. Вот, у нас отобразилось это дело в хроме. И здесь мы видим фрейм, который пришел к нам с сервера. То есть, как только мы создали веб-сокет, установилось соединение, и сервер при открытии прислал нам имидж. Как это реализовано на сервере, давайте посмотрим. Вот JS. У нас есть здесь сервер. И вот на сервере при создании коннекшен, когда у нас на сервере создается коннекшен, мы там делаем определенное действие и сразу же шлем ему данные, которые нужны клиенту, чтобы он отобразил картинку. Так, X4 Workshop. Вот, сокет. Для этого, чтобы картинка у нас отобразилась, там что нужно сделать? Нам нужно перегрузить сообщение в месседж. Он месседж. Он месседж. Фанкшен. Месседж. У нас еще больше всего. Да, конечно. Давайте еще больше. Месседж к нам приходит в стринговом формате. Нам нужно дистриализовать его в объект JSON. Для этого можно var. JSON. 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 вот мы получили объект если будет совсем совсем напряг для спикера сейчас дадим еще пока нормально загрузилась вроде до нас не долетает смотрим сигнатуру сообщения у нас сообщение имидж делаем нет смотрите мы вот у нас пришел месяц вот это вот объект он был стринговым да мы сделали джейсон парс он вот объект на ну вот вот такой объект только он строкой приставки вот сейчас вот это вот здесь джейсон мсж да это вот этот объект будет и теперь нам нужно понять ну смотрите вот присыл месседж то есть что это за месседж на просто свойства месседж можно по-другому было назвать вот то что свеч вот если пришел имидж делаем какие-то действия передать себе дата из месседжа имидж в painter draw image то есть мы берем painter draw image и нарисуем то и дата да 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 вот так вот то есть вот это весь код которую отрисует нам картинку которая у нас сейчас сейчас есть на сервере вот можем смотреть а месседж да смотри здесь месседжи надо месседж . дата использовать взв physicians я вас обманул нас нечего работать не будет месседжи да тогда гудате приходит данные сейчас Ну вот, у нас актуальная картинка на сервере, такая вот. То есть первый степ мы сделали, получили картинку, отрисовали. Теперь нам нужно обработать получение примитивов от других пользователей. То есть их нам будет стать сервер, почти точно в таком же виде, только сообщение у нас будет не image, а draw, что нам нужно нарисовать. И вызвать, передать себе дата из месседжа image в painter draw. Опять же, передать дата. Дата у нас в таком виде, но нам в этом разбираться не нужно, там координаты, цвет, тип примитива. Просто передадим туда пришедшую дату. Вот, соответственно, это весь ход, который будет обрабатывать наши сообщения от сервера. Опечатка, JSON, VGS. Ага, спасибо. Вот сюда, здесь, если кто-то чего-то нам нарисует... Так, вот я открыл это приложение воркшопа, которое мы сейчас редактируем. Вот, это, соответственно, работающее приложение. И мы сейчас нарисуем что-нибудь. Ну вот, у нас рисуется уже. Сделали реализацию, подтянули изображение с сервера, и уже онлайн все рисуется отлично. Но если мы будем рисовать здесь, то здесь у нас ничего не будет, потому что мы еще это не рисовали. А для этого осталось совсем немного реализации в нуб. Вот у нас есть метод PainterOnDraw, который отвечает за обработку примитивов. То есть все рисуемые примитивы проходят через этот метод. И нам нужно просто отправить данные на сервер, а сервер уже будет отправить данные остальным клиентам. К нам приходят данные в формате message.draw.data.data. То есть нам нужно отправить, смолировать JSON объект, перевести его в string и отправить на сервер. Все, что для этого требуется, это JSON stringify объект, message.draw, то есть сообщаем, что нам нужно рисовать. И отсылаем данные, которые здесь пришли. Смотрите, вот все. У нас готовое приложение есть. Это камера полностью должна работать. Вот приложение, поменяем цвет. Подписывайтесь на наш канал. Ну? Да, отдают сразу. А, точно. Забыли отправить данные. Спасибо. Данные сформировали, а не отправили. Сокет. Сент. Еще одну скобочку, наверное, здесь надо. Продолжение следует. Так. Продолжение следует. Ну, тут существует определенная проблема с интернетом. Был бы интернет, конечно, поскорее. С ней все поработало побыстрее. Ну, вот. Видите, я рисую что-то сверху. Кто-то что-то с ней заколбасит. Ну, вот, собственно, это все приложение. Вот, представляете, в три строчки мы написали такое вот коллаборейшн-приложение, которое завернуть в какую-нибудь обертку, сделать маркетинг, продать можно, я не знаю. Называть приложение, там, крокодил. Я знаю, такие есть, там, на флэше написаны, там, допустим, со сеча, там, крокодил. И все. А вот у нас крокодил. Давайте с нами поиграем. Для тех, кто еще хочет что-то сделать, у меня есть еще чат. То есть, в готовом предложении здесь у нас есть чат, тоже делается в три строчки, делается какой-то логин, шлется, и шлется сообщение в чат. Да, сервеная часть, она... ТНДФКОН. Вот, то есть, можете чат, прислать друг другу сообщение, кто сделает, рисовать чего-то сообща. И буквально чаты реализуются, ну, примерно в такое же количество строчек, как и Canvas. В чате есть, вот, изменение логина, надо отослать на сервер логин. Отсылаются сообщения в определенном формате. И... и что? А, ну, соответственно, нужно принять сообщения от сервера. Если где-то что-то написал, либо прислал. Можно вопрос, мы же можем, если с обычными ресурсами на сервере, можем, например, в зиму, я храпирую, отправляюсь, управлю, нажимаю. Да, да, да. Потому что, похоже, есть встроенный вопрос. То есть, отправляйте на сервер, или просто текст заданный. Зиму направить, заплывать, и потом... Вопрос хороший, на самом деле, сразу не скажу, нужно смотреть. Если там просто много текстов, то вообще с вами нужно было? Можно смотреть. Конечно, как вариант, но чтобы вообще никаких потерь не было. Ну, можно в бинарном виде слать, конечно, это извращение. Но вот насчет Gzip. Просто можно говорить. А Gzip? Клиент-то браузер? Ну, конечно, можно, да. Можно, как идея, свой написать какой-нибудь упаковщик-распаковщик. Вот, но это тоже, это хак. Как бы, а вот есть ли стандартный, чтобы там... Ну, вот, блин, мне кажется, что нет. Мне кажется, что для мелких сообщений, как-то, наоборот, не надо. Ну, не знаю, у меня вот слышно замечание, что для мелких сообщений веб-сокетов, я прочитал книгу по веб-сокетам, и там через протокол VNC можно через веб-сокеты кайзать как протокол и делать что-то а-ля ремонт десктопа даже. То есть... Да, да, бинарные данные. Там делается фрапер над веб-сокетами, и вы можете... Ну, да, да, это через стриминг. Ну, как и любой, как и любая бэк-компетибилити, вы должны... Ну, если у вас какая-то новая функциональность появилась, сделать бэк-компетибилити. То есть я не вижу там проблем. Нет, ну, в принципе, чтобы так вот... Ну, вот, как обычно, если там гласили, один из логового голоса отключаем, объявляем, то есть, чтобы я именно коннекшеном не взорвался. А, в этом плане? Наверное, когда пользователи на другой сервер сначала перевести, в сторону, наверное, дальше, если как-то сильно на севере, это очень, чтобы они перехоняли через другую, уже обновленную, скажем. Ну, понятно, тут юзается, ну, только вот... Ну, никак, вы же не сохраните вот это состояние там, ну... Там, вовсокетов. Да, вы сервер перезагружаете, допустим, переключаете быстро в наименьший... Ну, в момент, когда там, юзеравцы там спят. В момент наименьшей там нагрузки. Да. Оп, в четыре утра. Переставили там, перезагрузили все, все. Так, ну что, давайте, может, чат тогда сделаем еще? Сделали? Отлично. Это что такое? Уже там ломается все. Да, кстати, вот уже кто-то сделал чат, супер, просто шикарный. Ну, я думаю, что, в принципе, можно воркшоп уже завершить. Все сделали одно предложение. Кто-то успел сделать чат, позадавать вопросы, если есть еще вопросы. Пока еще я здесь, задавайте, можно в кулуарах перейти, я здесь буду целый день. Контакты есть, обращайтесь. Вот. Так что, буду рад, если вас зацепила технология вовсокетов, и если вы будете делать с помощью нее яркие красочные приложения. Интерактивные. Вот. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Спасибо.